Воскресенье Христово видевшее, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Сегодня мы заканчиваем читать второе послание апостола Павла к Тимофею. И поговорим в последний раз о четвертой, последней главе этого послания. Апостол Павел в шестом стихе пишет. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Оны. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Апостол Павел говорит о том, что он уже становится жертвой. Что пришло время Его умирания. О том, что он скоро будет заклан, как агнец, перед лицом своего Бога. И об этой жертвенности он говорит практически в каждом своем послании. Но здесь он говорит уже уверенно и определенно. Там были страдания, здесь он говорит о смерти. И для него это не есть нечто необычное, не есть нечто нежеланное, нечто тягостное. Он умер когда-то очень давно. Он пережил эту смерть, пережил ее психологически, пережил ее духовно. Он действительно ощутил себя мертвым для всей этой жизни. Это его мера и это его тайна. Как он прошел через это. Но однажды он просто умер и восстал, чтобы всецело посвятить себя Богу. И все вот эти последующие дни для него наполнены погружением в смерть, погружением в умирание, разделение страданий со Христом. Он, как он пишет в одном из своих посланий, вспоминая строчки из псалмов. «Ради тебя умиршляемся всякий день, стали как овцы, обреченные на заклане». Вот это было его внутреннее мироощущение и об этом он говорит всем христианам. В любом послании он говорит об этом. Наша жизнь есть погружение в смерть Иисуса Христа. Все наполнено этой некой смертностью. Конечно, нам, людям неискушенным в этих вопросах, кажется, что говорить надо о жизни. Мы очень любим жизнь. Мы хотим жить. И при этом, да, мы уверовали и хотим жить вечно. Нам кажется, что это жажда жизни в нас, которую мы проявляем именно стремлением к радостям этого мира. Что она, безусловно, права. Что она вложена Богом. И что, в принципе, жажда жизни, проявление этой жизненной радости, жизненной силы, она сама по себе универсальна. То есть, естественно, нам желать радоваться в этой жизни и, естественно, нам радоваться в той жизни. И все мы в глубине души мечтаем о том, что как бы так прожить жизнь, чтобы и здесь было все насыщено радостью, утешением, восхищением и восторгом. И в царстве божьем надана была вся полнота жизни. Вот мы иногда осознаем это с горечью, но осознаем. Иногда не осознаем, но все равно большая часть людей пронизаны именно таким, скажем, жизнелюбием. И когда мы читаем у апостола Павла или у святых отцов вот о таком переживании, о таком мироощущении, что они больше говорят о смерти, а не о жизни, что они здесь предпочитают умирать, распираться со Христом для того, чтобы жить там. И для них настолько это вещи несопоставимы, что нас это просто пугает. И ни раз и ни два очень часто мне приходится слышать как раз такие вопросы, робкие вопросы. И видно, что вышедшие из самых глубин сердца, а нельзя ли как-нибудь так совместить, чтобы и здесь хорошо было, и там было бы нормально. Вот это на самом деле естественные переживания человека. Естественные. А раз естественные, то языческие. Язычник ведь так, собственно говоря, и строит свою жизнь. Человек думает, что здесь у него должно быть полное благословение богов. А раз здесь у него полное благословение богов, и жизнь его поцеловала в темечко, то стало быть и там его ждет такое же изобилие, такое же богатство. Главное, чтобы здесь, имея это богатство, не творить злых дел, чтобы боги не прогневались. А в целом мироощущение язычника именно такое, что блаженство мое здесь означает, что и там я буду блажен. Так думали язычники. И мы на самом деле по естеству думаем так же. Это падшая естественность. Это очень близко человеку, но человеку падшему. И как раз святые отцы замечают и свидетельствуют, что когда человека касается благодать Святаго Духа подлинно, не ложно, то первое движение, которое он замечает в своем сердце, это как раз движение, которое внушает ему мысль, ну минимум как, о том, что достойное по делам своим приемлю. То есть любая скорбь, которая теперь на человека сваливается, обрушивается, им принимается, им считается как необходимое лекарство, как то, что может меня смирить, может меня исцелить, может мне помочь стать достойным человеком. Первое движение сердца, вкусившего благодать, это смиренное перенесение тех тягот и скорбей, которые выпадают на долю мою. Если человек к этому не способен, то он совсем-совсем немощен. И говорить с ним о высоких христианских истинах Антоний Великий не советует. Однажды к нему пришли несколько братьев, говорят о том, что вся у них жизнь плохо идет, и никак они не могут побороть никакой страсти, особенно вот страсть гнева и раздражения. И Антоний Великий говорит, ну так это же все очень просто, просто никогда не воздавайте злом за зло, никогда не воздавайте. И говорит, мы не можем так делать. Он говорит, ну ладно, но хотя бы если вы не можете так делать, то хотя бы, ну вот, ну не осуждайте человек за то, что он так делает, вы же так же поступаете. Нет, мы этого не можем. Но тогда хотя бы не делайте зло сознательно, воздавайте только за зло, око за око, зуб за зуб, но хотя бы сами никому зла не причиняйте. Они говорят, мы и этого не можем. Тогда апостол Антоний Великий поворачивается к своему келени, и они говорят, дай им покушать, они очень немощны, пусть идут домой. Вот это вот можно достигнуть такой немощи, и это не крест еще на человеке. Бог и разбойника знал, как привести свои объятия, знает, как спасать грешников. Он умеет это делать. Но вопрос нам в другом интересен, что вот пока мы ощущаем себе такую немощь, пока все, что нам говорится о духовной жизни, о терпении обид, скорбей, притеснений, унижений и так далее, вызывает нашу скорбь, это говорит просто о том, что мы немощны, что мы еще больны, мы очень далеко от христианства. И наоборот, когда у человека появляется хотя бы желание терпеть то, что ему не спослано Богом, говорит о том, что он уже вкусил некую толику благодати, потому что именно благодать учит этому человеку. А высшей степени благодати, когда человек мечтает пострадать, он ищет страданий, он придумывает себе страданий заради Христа. Да, и мы слышали о таких подвижников в 20 веке, даже во второй половине 20 века, таких подвижников, как ни странно, было немало, которые употребляли усилия, именно сами придумывали себе скорби, их никто не заставлял и не обязывал, но они так хотели очиститься сердцем от накопившейся там сквер. Поклонимся святому Господу Иисусу. Такое состояние человека, которое испытывает подвижник, вкусивший, прикоснувшийся к благодати Божьей, Симеон Новый Богослов называет животворным умертвением. Интересное словосочетание, животворное умертвение. То есть человек ищет скорбей, но не как какой-нибудь там человек, привыкший страдать, находящий удовольствие в страдании, а человек, вкусивший плоды скорби ради Христа. Чем больше они подъемлют крест свой, тем полнее в них жизнь святаго духа. Об этом в частности и говорит Серафим Саровский в известной беседе о цели христианской жизни. Чем выше, больше, глубже подвиг человека, тем полнее в нем, ощутимее в нем дары святаго духа. Поэтому человек не только, так сказать, из каких-то изуверских, не столько из изуверских соображений придумывает себе скорбь или ищет эту скорбь. На самом-то деле он ищет жизнь, но знает, что возможность прикоснуться к этой жизни дается через скорбь, через трудности, как это зафиксировано в опыте святых отцов. «Дай кровь и прими дух». И это, собственно, и есть христианская вера, которая свидетельствуется на протяжении всех наших служб удивительными молитвами и прошениями, среди которых особенно одна звучит напряженным постоянным рефреном, повторяющимся отрывком смысловым. «Сами себе, друг друга и всю жизнь нашу, Христу Богу, предадим». Вот не обязательно же говорить о страшных муках и жестоких скорбях. Все должно быть в меру, и все должно вырастать из сердца человеческого. Никто никогда ничего никому не навязывает, но человек, возлюбивший Бога, придумывает себе нечто, чтобы удержать эту любовь. Но ведь и возлюбленный так делает. Человек, ухаживающий, ищущий благосклонного внимания девушки, он ведь так и делает. Он придумает себе некие трудности, подвиги, некие особые состояния для того, чтобы покорить сердце. Его никто не заставляет это делать. Это из сердца вырастают такие желания. Он любит, и любовь придумывает подвиг. Придумывает нечто особенное, нечто творческое, или как сейчас говорят, креативное, нечто уникальное, раньше не бывшее. Вот и подвижник точно так же. Он, на самом деле, все, что он выдумывает, и все, что он несет, он делает это потому, что он любит Бога. И переживаемая им любовь к Богу, и приводит к тому, что он ищет, как бы еще что-нибудь сделать необычное, чтобы засвидетельствовать свою любовь к Богу. И не просто засвидетельствовать, и Бог ее и так знает, но просто сам процесс, когда мы что-то делаем ради любимого, ради возлюбленного Бога, нам и самим доставляет это какое-то особое причастие жизни, особый дар жизни. Поэтому это естественное состояние, любой подвижник, именно тогда, когда он до этого дорос, когда он сам определяет, почувствовал свою любовь к Богу, он сам выдумывает себе подвиг, сам выдумывает. Поэтому изначально вообще-то никакого особого правила у христиан не было, никаких особых долженствований, кроме заповедей Божьих. Как это хорошо выразил уже в 20 веке один старец Афанасий, который постригал известного митрополита Антония Сурожского в монашество, когда юный монах Антоний пришел к нему с тем, чтобы спросить, какое теперь правило ему нужно выполнять, как монашествующему, ему отец Афанасий сказал, что твой Бог, ты его и ищи. И на самом деле, когда человек выдумывает себе некие долженствования, именно ищет, не сам себе рождает, а когда он спрашивает других, а что нужно сделать, это говорит о том, что он еще не прикоснулся к любви всего лишь, ему лучше ничего не делать, потому что все сделано им, сделано не по любви к Богу, а именно из желания как-то выделиться из среды прочих людей, как-то показать, что он более чем другие любит Бог. Вот такова она христианская вера. Слушаясь Богу, Бога, доверяя Ему, мы тем самым, живя в мире и исполняя заповеди Божьи, уже терпеливо несем крест свой, несем муки, и настолько, насколько эти переживания внутренние, скорбь наша внутренняя полнее ощутимее, настолько мы и острее чувствуем переживания жизни, действующие в нас. И дальше апостол Павел, подводя этому итог, он говорит о том, что вот за это, за то, что я веру сохранил, я пронес ее через всю жизнь и веру сохранил, вот за это соблюдается мне венец правды. Не за то, что он проповедовал, не за то, что его били, не за то, что он обходил полмира, известного тогда Айкумена, а за то, что он сохранил веру. Нам, не знающим любви, понять это очень сложно. Мы меряем наши отношения с Богом количеством совершенных добрых дел, совершенных подвигов, подвижнических усилий. Мы на самом деле думаем, что вот весь наш труд, всю нашу жизнь перед Богом, мы меряем какими-то вполне понятными, количественными показателями. И нам кажется, что вот раз я столько потрудился, столько попастился, столько помолился, столько раз ходил в церковь, это вот где-то мне зачитывается, это же должно мне вот какую-то милость Божью даровать. И упорно большая часть людей так и думает. Но на самом деле Бог дает награду за сохраненную веру, а не за то, что мы сделали. Мы сделали то, что должны были сделать. А скорее всего и чаще всего не сделали многое из того, что должны были сделать. Но если мы, несмотря на это, в отчаяние не впали, а сохраняем веру, доверительное отношение с Богом, сохраняем даже более того, дерзновение перед Богом, мы верим и исповедуем, что Он не отринет нас, как та женщина-хананиянка верила с дерзновением, как разбойник, висящий на кресте, мы верим, что Он нас не отринет. И вот это, хотя и сложно, но очень важно понять. Мы получаем награду не за то, сколько прочитано книг или лекций, не за то, сколько поставлено свечей, не за то, что мы поем в храме, читаем в храме или подаем кадилы, не за то, что мы приходим туда убирать этот храм, чистить иконы, это очень трудно, мыть полы каждый день, каждый год, украшать, создавать букеты, дежурить в храме или работать где-нибудь казначеем в храме. Вот не за все, не за это, даже не за то, сколько детей мы воспитали и каких мы детей воспитали. Это все то, что мы должны делать. Это все дела, которые нам дано было исполнять. Если бы мы их не исполнили, то были бы наказаны. А раз исполнили, то не наказываемся. Мы судимся за то, что происходит с нашей верой. Что она есть у нас, или мы ее потеряли. Мы можем обратиться дерзновенно в молитве к Богу, как это делали тогда, когда сердце наше пело, и мы только-только вкусили опыт благодатной молитвы к Богу. Можем мы также помолиться? Верим ли мы, что Он нас слышит, что Он преклонился к нам всей полнотой своего милосердия, всей глубиной своей любви Он с нами. Если мы верим в это, несмотря ни на что, ни на то, какие грехи мы творили, ни на то, какие добрые дела нам было повелено, а то и просто позволено сделать. Никто не может ничего взять на себя, если не дано будет ему свыше. И всякие делающие дела, даже если он делает дела великие, не за них получает награду. Иоанн Кронштадтский получил награду не за то, что он исцелял больных, немощных и многим-многим помогал. Также и Серафим Саровский не за это получил награду. Все, кто получает награду, все спасающиеся получают ее за то, что они сохранили свою веру. Они вот этот вергнутый, брошенный внутрь сердец человеческих талант веры сохранили и пронесли сквозь жизнь свою. Ведь все обстоятельства жизни направлены на то, чтобы в нас эту веру разрушить, чтобы у нас ее не было. Потому что мы не видим в этом мире Бога. Сколько бы часто мы к Нему не прикасались с нашим сердцем, вернее Он, сколько бы не прикасался к нашему сердцу, все равно это всегда остается предметом нашей веры. Даже если мы видели бы столько видений, сколько видел, и точнее явлений, сколько видел Серафим Саровский, Матери Божией, то и тогда как бы очевиден для него, как бы весомый, вот вещественный почти, вот составляющий какой-то самый актуальный, самый явный опыт его жизни. И все равно, даже верность этому преподобный Серафим сохранял верой, потому что это не в его воле, он не может это видеть, он должен постоянно делать нечто, чтобы сохранить себя в вере. Вот этот вопрос такой важный, потому что если мы забываем об этом, если мы забываем, что нам дан некий талант веры, который мы должны, призваны сохранить, из-за сохранности которого не то, чтобы мы ответим, но нам будет очень плохо, потому что потеряем самое главное сокровище жизни. И поэтому вот такое переживание, оно правильное. Но всякий раз мы сбиваемся на фарисейские, на законнические отношения. Я, Господи, сделал тебе то-то, то-то и то-то, а ты мне сделай то-то, то-то и то-то. Вот такие отношения выстраиваемые, в них нет любви, в них нет полноты самоотдачи, и поэтому эти отношения непрочны. Но самое главное, конечно же, вот некий момент жизни, который свидетельствует о человеке правду, это момент, когда человек умирает. Не случайно древние прозвали это моментом истины. Они прозвали, считают это с важнейшим моментом, важнейшим периодом, маленьким, небольшим, чаще всего, периодом в жизни человека, когда человек умирает. Если, потому что он уходит, не знаю куда, он не знает, что его там ждет, он не знает, есть ли там Бог или нет, он не знает, как к нему Бог отнесется, он не знает, как это часто тоже приходится слышать, вообще, кто там был, что он видел. Оттуда ведь никто не возвращался, с чего вы решили, что там все есть. И вот когда человек умирает, вот то его состояние, оно и показывает, чем жив человек, чем он сейчас живет. Если у него паника, уныние, тоска, страх, то значит, он не имеет веры. Вера у него, не то, что может быть, даже не имеет, она испытывает страшное давление от видимых вещей. Она почти тухнет, эта вера. Он может усилием своего сердца собраться и убедить себя верить, несмотря ни на что. А может отдаться унынию, отчаянию, так что и это тоже приходилось видеть, когда приходит священник причастить, все-таки прихожанин, а он машет рукой и говорит, а не надо, все равно. Это тоже бывает с людьми. И наоборот, бывают люди, которые были очень далеки от церкви, но вдруг что-то происходит, и они являют такую веру, которая достойна всякой похвалы, и исповедуются, и плачут, и каются, и верят, что им будет прощено, и верят, хотя и прожили страшную жизнь, что Бог их не отринет. Верят, как разбойник, дерзновен. Вот этот мир и дерзновение и есть свидетельство того, что вера сохранилась. И апостол Павел об этом говорит. Он не только говорит, что я отхожу к Богу, он говорит, что мне соблюдается венец правды, он верит в это, он к этому шел, и для него это очевидно, хотя и эта очевидность принимается им на веру. И наоборот, странное, унылое состояние, мрачное состояние человека говорит о том, что он веру потерял, он в очень рискованном положении. И встает только один вопрос, почему в нашей традиции нам так говорят, мы так привыкли воспринимать, но ведь святые, известные нам по древнему потеряку, по древним монашеским сказаниям, они ведь не говорили так, как апостол Павел. Они ведь говорили, меня ждет гиена огненная. На самом деле и они не теряли дерзновения. Когда они говорили, что ждет их гиена огненная, сердце их не колебалось от ужаса. Они верили, что они заслуживают гиены огненной, но также верили, что их непременно Бог спасет. Они не все договаривали, они не все говорили, они боролись, у них свой путь, они пытались устоять в смирении, они знали, что может за один тщеславный поле помысел быть с человеком, но они также дерзновенно верили, что им уготовлена надежда, им уготовлено царство Божие. Поэтому они не мрачны и не унылые, они не в истерике и не в панике. И даже говоря, что мне, поверьте, братья, где сатана, там и я буду, он же не в панике, это говорит, он не в ужасе это говорит, его глаза наполнены слезами от того, что до его такого, каким он себя видит, Бог удостоит царства Божьего. Вот это все очень органично в этих древних подвижниках, все потому, что они уже предстоят свету Христа, они уже его видят внутренними очами, они уже при нем, потому, что всю жизнь они предстояли Богу, они так всю жизнь чистили себя под ним, что уже сами чистые и светлые и блестят. Но именно потому, что они сами светлые и сами в свете, и видят себя в свете божественной любви, они видят себя такими, какими есть и сознают, что они способны, то есть их, по их внутренним переживаниям ждет наказание, их ждет бы, по идее, вечный огонь, и в то же время они видят это потому, что Христос рядом с ними. Вот такой парадокс, такая удивительная, неизреченность, все потому, что видение своего греха и сознание своего греха тем глубже, чем ближе человек к Богу, тем острее, чем ближе Бог к человеку, и тем осознаннее, любая человеческая неправда, чем отчетливее видит в грядущем подвижник свое воздаяние. Поклонимся Святому Христову Воскресенью, Всего прииде Крестом радостему миру.